Здравствуйте! Это программа подробностей. Сегодня подробно будем говорить о международной обстановке. К этому располагает наш сегодняшний гость вместе с нами, член Совета Федерации Игорь Морозов. Добрый вечер, Игорь Николаевич. Добрый вечер. И благодарю, что во время своего визита в Рязань нашли время, чтобы 10 минут пообщаться с нашими телезрителями. Для нас тоже узнать информацию, что называется, из первоисточника. Все-таки к международным делам сейчас приковано повышенное внимание даже рядовых жителей Рязани, Рязанской области. В эти выходные завершился очередной саммит Европейского Союза, на котором было избрано его новое руководство. Ну, а нас, рядовых жителей, в первую очередь, интересует вопрос, ждат ли нам очередных санкций со стороны наших европейских соседей. Я так понимаю, какому-то мнению сейчас лидеры стран Евросоюза еще не пришли, но готовить эти санкции и задания, что называется, далее. Международная обстановка напряженная, и это нужно признать. Американцы требуют от европейцев новой волны санкций и, опять же, секторальных. Они видят, что результаты от санкций в финансовой сфере дает свои результаты, и мы видим, как упал рубль. Мы видим также проблемы и в сфере высоких технологий, потому что американские компании приостановили свои контракты в сфере топливно-энергетического комплекса, поскольку, к большому сожалению, за 90-е годы практически все технологии, которые связаны с добычей нефти и газа, мы получали из Америки. В первую очередь из Америки и в меньшей степени из Норвегии. Поэтому это ощущение у нас присутствует, и оно видно реально в макроэкономических показателях. Но, с другой стороны, это и стимулирует нашу деятельность как серьезной мировой державы, которая сделала очень важную заявку на лидерство и объединение всех сил вокруг себя против американоцентричности международной политики. Это невероятно важно. Почему? Потому что до нас даже Китай не мог себе это позволить. И поэтому вот та речь Путина в Мюнхене в 2008 году, она начала реализовываться именно сейчас. Россия заявила о себе как серьезная, великая мировая держава. И поэтому мы должны сейчас держать удар. То есть, насколько я вас понимаю, нам следует подготовиться к четвертой волне санкций, которая может быть в ближайшие дни. Я думаю, что события начнут разворачиваться следующим образом. Американцы будут давить на европейцев. Европейцы, поскольку они в большей степени страдают от этих санкций, они будут сопротивляться. Решение на саммите ЕС было принято разработать проект этих санкций к концу сентября. Но думаю, что европейцы будут тянуть до декабря, до начала зимы, потому что отопительный сезон не за горами. И они хотят посмотреть, как поведет себя Украина. Вот представьте себе, они создали вместе с американцами это новое руководство, а теперь они их и боятся. Вчера на пресс-конференции Гюнтер Эттингер, это еврокомиссар по энергетике, впервые заявил о том, что Украина может воровать европейский газ. Можете себе представить? То есть это высший чиновник Еврокомиссии, который отвечает в том числе и за поставку газа в Европу. Он признал, что Украина, вернее ее руководство является воровским. И его надо опасаться. Поэтому сегодня он прилетает в Москву для того, чтобы вести с нами переговоры. Давайте вспомним, что было там несколько месяцев назад, когда Евросоюз говорит, нет, это ваши проблемы. Это проблема России и Украины. А нам поставляйте газ, за который мы вам платим. Сегодня они уже так не могут говорить, потому что они с опасением встретили вот ту инициативу, которую озвучил Яценюк в отношении санкций против России, которые они хотели наложить на газ. Помните, да, Яценюк сказал, что мы готовы потерять 7 миллиардов долларов, но приостановить транспортировку газа в Европу. У них одного-то миллиарда нет, а он уже готов потерять 7. Они как манну небесную ждут сейчас одного миллиарда, который им предоставят на условия кредита Евросоюз. Можете представить, а он говорит, мы 7 готовы потерять. И для Европы это сигнал. Раз готовы потерять, значит, воровать будут европейский газ. В этой связи Европа обеспокоена, она не позволит сейчас делать лишних шагов Украине, и в то же время у нее появился повод не идти дальше санкционные меры. Поэтому мне кажется, что ту работу, которую мы начали, я думаю, что она уже принесла плоды, то есть я имею ввиду адекватный ответ России на европейские и американские санкции, это даст возможность сегодня делать то, что мы не делали 20 лет. И то, к чему призывали уже многие патриотически настроенные политики. Надо развивать собственную экономику, собственное сельскохозяйственное производство, собственная промышленность, высокие технологии. Надо было это делать, но, может быть, если не 20 лет назад, то вот последние 10 лет это точно. А мы успокоились, сидя на нефтяной и газовой игле, и пожинали вот как раз эти нефтедоллары, повышая в том числе и, конечно, социальную сферу, социальные свои стандарты. А теперь, мне кажется, что нужно только рассчитывать на себя и на те интеграционные процессы, которые мы запустили на постсоветском пространстве и мы перевели на, скажем, ведущие развивающиеся экономики в рамках БРИКС. Игорь Николаевич, ну, санкции и экономические, скажем так, передряги, которые сейчас происходят в результате ситуации в Украине, это одно, а на самом деле военные действия, которые ведутся на юго-востоке, это совершенно другое. И вот в Рязанскую область только вот в прошедшие выходные еще 700 беженцев с Донбасса и Луганщины прибыло. На ваш взгляд, разрешение военного конфликта мирным способом в ближайшее время возможно ли? Я думаю, что киевская хунта будет продолжать карательную операцию до выборов. Сегодня у них нет возможности пойти назад. Почему? Потому что их не поймет та реакционная часть, которая физически их привела к власти. Если мы говорим в финансовом и технологическом отношении работали американцы вместе с партнерами из Евросоюза, то физически на Майдане их привели националисты и нацисты из Западной Украины. Несмотря на то, что сейчас проходят очень сильные антивоенные манифестации в Закарпатье, во Львове, на Западной Украине, все-таки сильна вот эта идеология национализма, которая захлестнула Украину. И вы уже слышали, наверное, призывы командира Айдара, командира батальона Донбасс, о том, что если киевская центральная власть не будет им помогать в этой войне, то они пойдут на Киев. Я думаю, что тем, кто остался на Донбассе, будет очень сложно пережить эту зиму, потому что, как уже предполагают, зима будет суровая. И несмотря на то, что министр энергетики Украины Юрий Проддон сказал, что зима на Украине будет мягкая, я думаю, что он глубоко заблуждается. И это он сейчас просто успокаивает, в том числе, и руководство Украины. Зима будет жесткая. И мирным гражданам, которые остались на Донбассе, пережить ее будет сложно. Разрушена инфраструктура, в том числе и отопительная. Ну, как они будут выживать? Мне представляется, что этот процесс будет очень сложный. И здесь Россия должна в обязательном порядке понимать и помогать Донбассу. Но у нас проблема с доставкой гуманитарного груза. И мы видели, с каким трудом и фактически без официального разрешения Россия поставила гуманитарный груз на восток Украины. Сейчас готовится второй груз, вторая партия. Она пойдет по железной дороге. И мне кажется, что только Россия и таможенный союз будут сейчас помогать этому региону. На этой тревожной ноте, наверное, вынуждены заканчивать, потому что время эфирное, к сожалению, ограничено. Все-таки будем надеяться, что все там наладится и у нас тоже. Игорь Мороз, член Совета Федерации, был сегодня гостем программы «Подробности». Еще раз благодарю вас, Игорь Николаевич, что нашли время и заскочили к нам в эфир «Будущее в Рязани». Спасибо. Это была программа «Подробности». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова